МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Грядущие выходные – прекрасная возможность попрощаться с зимой, которая уже порядком надоела. Кроме того, в субботу и воскресенье свой сезон закрывают представители почти всех федераций зимних видов. 31 числа на Рубском озере состоятся соревнования по подлёдному лову. Пока ещё сотрудники МЧС разрешают рыбакам и любителям этого спорта выходить на водную гладь. Кроме того, в Фурманове 31 числа состоятся соревнования морозка. Это будет кубок по зимнему плаванию. Моржи продемонстрируют свои навыки преодолевать в воде расстояние 25, 50, 100 и 200 метров. Кроме того, 31 числа закрывают сезон лыжники в деревне Мильцево Ивановского района. Начало в 11.00, а 1 апреля в Миловке состоится необычный перформанс. Там с горы будут спускаться люди в купальных костюмах и с музыкальными инструментами наперевес. Будет очень необычно 18+. О остальных мероприятиях расскажем чуть подробнее через пару секунд. Продолжение следует... Эмоции разнообразны. Так же, как и поведение людей и реакция на страх. У всех все проявляется по-разному. Кто-то боится, кто-то кричит, кто-то наоборот смеется. Предсказать заранее поведение человека достаточно сложно. И опять же, в зависимости от поведения человека мы уже и строим игру внутри. Эмоциональное состояние, в котором находятся игроки, не всегда позволяет трезво думать и думать быстро, оперативно. Бывают ситуации, когда люди просто зажимаются в углу и боятся куда-то идти. Приходится их хоть как-то подталкивать, хоть как-то направлять в этом случае, потому что драгоценное время все равно уходит. Недавно я упал, а проходящая мимо женщина сказала «Бог ты мой». А я ответил, что просто упал, а не с неба. Потом встал и пошел по воде. Это был день спонтанных решений. В День смеха 1 апреля на отчетный концерт приглашают резиденты Вознесенского стендап-клуба. В программе выступления 10 комиков, плюс, обещают организаторы, приедут гости из столицы. Готовиться нужно к юмору без границ. Никакой цензуры в выборе тем и в их подаче. Только новые искрометные шутки. Свои стендап-клубы есть только в крупных городах страны. А еще в Иванове. Какая мода на шутки у нас и есть ли повод для смеха в городе невест, узнаем на концерте. Интересно. Это будет всем, кто интересуется юмором и любит хорошо провести время. Для тех, кто не ставит себе никаких границ и рамок в плане дозволенности юмора. Это не телевизионное будет шоу. Это будет шоу живое, которое мы собрали за последних три месяца. И можно будет насладиться шутками. Если вы ни разу у нас не были, приходите, вам точно понравится. Во многих культурах считается, что если бабочка села на человека, он может загадать желание, и оно непременно исполнится. Проверить истинность суждения есть возможность и у ивановцев. В город приехал парк живых бабочек. На выставке крылатые красавицы почти со всех тропических континентов планеты. Посетители смогут увидеть, как питаются бабочки, как они появляются на свет и впервые расправляют крылья. Раз в неделю виды обновляются. Организаторы привозят новых куколок из Кении и Коста-Рики. Размах крыльев самой крупной бабочки на выставке – около 30 сантиметров. Каждый день у нас рождается порядка 20 бабочек, появляются новых. Будут очень яркие бабочки, самые-самые, так сказать. Будет самая крупная бабочка в мире – атласа такус. В размахе крыльев она достигает 33 сантиметра. Будет морфы – самые красивые бабочки в мире, которые практически истребили за красоты крыльев в средние века. И очень множество филиппинских бабочек. Обычно около 15-20 видов на выставке присутствуют. Занять детей от нуля до 12 лет больше не проблема. В парке развлечений «Чайланд» найдется увлекательная игра для любого ребенка. Для спокойных и вдумчивых малышей – развивающие увлечения. Для непосед – батуты и горки. Для ребят постарше – игры с элементами соревнования на ловкость и скорость. У нас разные участники. В основном, конечно, дети от 10 до 12. Им это интересно. Также маленькие иногда бывают, ну то есть ради игрушек. Взрослые очень любят тир, у нас баночки. Поэтому у нас вообще разные категории. Но так в основном дети, конечно. Некоторые не верят, что здесь возможно вообще что-то выиграть. Но на самом деле тут можно. То есть у нас игрушки уходят хорошо. В ближайшее время в парке планируется расширение. Стать частью дружной семьи «Чайланд» смогут и дети более старшего возраста. Подростки – вплоть до 18 лет. Увеличение тех же самых конкурсионов и добавление новых площадок. Будет небольшая такая площадка чисто для взрослых, то есть автодром. Большая часть. Он будет отдельно от парка. То есть пытаемся привлечь весь город. Чтобы все понимали о том, что есть развлечения и ими можно пользоваться. Ивановский театр «Кукол» приглашает в субботу, 31 марта, в путешествие по временам года на спектакль «Сказка-загадка» для детей от 3 лет. Начало в 11 часов. В воскресенье, 1 апреля, вы увидите спектакль-шутку «Сказка о заколдованной принцессе» для детей от 6 лет. Начало в 12 часов. Мы всегда рады видеть вас в нашем театре. Любителей спорта 30 и 31 марта приглашаем на финальные схватки чемпионата города по боксу. Соревнования пройдут на стадионе «Спартак» в ход свободный. 1 апреля можно будет посмотреть на соревнования по волейболу. Сразятся мужские команды в 3-й спортшколе на улице Лежневская. 1 апреля можно будет послушать музыку. Фестиваль «Рок-улыбка» пройдет в машиностроительном колледже. Это 16-й по счету межрегиональный фестиваль. Оба выходных в торговом центре «Ясень» будет проходить выставка кошек. Можно будет снять стресс, погладив красивых породистых животных. Проходить она будет с 9 утра до 18 часов вечера. Повестка выходных очень обширная, есть из чего выбрать, поэтому выбирайте. И не забывайте подписываться на наши страницы в социальных сетях. У нас все самое интересное. Будьте с нами и будете в теме. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok